13 команд самых ловких и творческих педагогов города в 11 раз собираются на Белом берегу. Туристический слёт объявляется открытым. И сразу в бой. Первое испытание – спортивное ориентирование. Участники преодолевают неизвестную им трассу по пересечённой местности и отмечаются на контрольных пунктах. Дорога каждая минута. Это возможность объединить все коллективы, создать миролюбивую обстановку, привлечь молодёжь, тех молодых специалистов, которые прибыли в начале учебного года и приступили к своим обязанностям, создать ещё раз им такой дружеский микроклимат, успешно начать учебный год в такой прекрасной обстановке. О проживании и питании команды позаботились заранее. Палаточные лагеря разбиты по всем правилам. Предусмотрено место для хранения дров и туристического инвентаря. В центре – очаг, под рукой, как и положено, огнетушитель. Учтена каждая мелочь – коврики, спальные мешки, котлы, топоры и пилы. Здесь же рукавицы, фонарики, аптечки и, конечно, запас продуктов на двое суток. Готовят самостоятельно. Что может быть вкуснее обеда, сваренного в котелке? Молодая картошечка, пропахшая дымком. Что может быть лучше в осеннем лесу? Главное – поддерживать огонь и не забывать подбрасывать дрова. Туристический быт оценивает строгое жюри. Команды подходят к вопросу креативно. Гимназия «Колледж искусств» украшает вход в лагерь цветочной аркой. На пушке леса бросает якорь каравелла с черными парусами. На флаге – улыбающийся череп. Это пираты местного залива из шестой школы. Коллектив очень долго ждал этого события. Потому что для нас это всегда праздник. Для нас это всегда какая-то возможность выехать на природу, разнообразить свою жизнь. Это удовольствие от общения с друзьями, с коллегами по работе. Учителя продолжают удивлять и во время конкурса представления команд. Серьезные люди из 21-й школы зажигают искрометным стендапом. 32-я поет и играет на трубе. Гимназия «Колледж искусств» устраивает настоящее шоу с национальными белорусскими костюмами, классическим балетом и танцами под хава-нагилу. Педагоги, как всегда, на высоте. Это удивительное мероприятие. И настроение такое же удивительное, несмотря на погоду. Турслеты – это то, что нас всегда объединяет. То, что дает нам возможность на какое-то время забыть о работе и пообщаться в тесном кругу своих коллег, поделиться впечатлениями и вообще оздоровиться и понять, что жизнь наша прекрасна и удивительна. Программа следующих дней не менее насыщена. Специалисты преодолевают 4,5 километра туристического маршрута, участвуют в эстафете и демонстрируют творческие способности в конкурсе патриотической песни. Форум посвящают году исторической памяти. В общекомандном зачете – золото у второй гимназии, бронза у первой, серебро у второй школы. Однако здесь все же главное – активный отдых, чувство единения и осознание, что коллеги никогда не подведут. Ведь с ними не страшно и в огонь, и в воду. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск-360.